На пиджаке старшего тренера национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и Канои Николая Банько гордо красуется награда от президента страны, которую он лично вручил ему буквально на днях. Глава государства персонально отметил его значительный вклад в развитие этого вида спорта, подготовку гребцов высокого класса и достижение отличных результатов на вторых европейских играх, а также чемпионатах мира и Европы, которые проходили в этом году. Нам сказали, что президент хочет встретиться. Везде отметили, что команда в принципе лучшая команда по всем видам спорта, самую большую медаль завоевывает. Ну и объявили, что президент хочет с нами встретиться. Было там как-то сроки, тут надо было совместить наши сборы, его время. На счету Николая Николаевича олимпийские чемпионы и призеры соревнований различного уровня, среди которых знаменитые братья Богдановичи и Александр Жуковский. Несмотря на солидный возраст, а ему 70 лет, он до сих пор в строю, полон сил и энтузиазма. Тренерству Банько посвятил всю свою жизнь и другого для себя даже не мыслил. Я хотел работать, я хочу работать, я учился в школе неплохо, я учился в институте хорошо, я заканчивал педагогически, то есть нас учили всему. Я становился с ними в хоккей играть, а становился с ними в футбол играть, предположим, на лыжах бегать. Благодарность президента объявлена и Надеждой Макарченко за высокий профессионализм, достижение отличных спортивных результатов на международных соревнованиях по гребле на байдарках Аканоэ, а также ее первому тренеру Виктору Капитонову. В протяжении долгих лет это действительно приоритетный вид спорта, который ежегодно спортсмены привозят медали с различных соревнований международного уровня. И Бобруйск в том числе не в стороне. Наши ребята достойно представляют и город Бобруйск, и Республику Беларусь на самых серьезных международных стартах. Я бы сказал, что это приоритетный вид спорта в городе Бобруйске. Впереди у тренерского состава и гребцов еще один серьезный старт – Олимпийские игры в Токио в 2020 году. К слову, для Николая Банько это будет уже пятая по счету Олимпиады, к участию в которой он будет готовить спортсменов национальной команды. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.